я как-то посчитал что тема о печени ну в основном закрыта еще пала себя и ваши вопросы показывают что нет она так сказать набирает обороты и это я почитал ваши отзывы и что хочу сказать ну можете воспринять это как восторство работа на телевидении ну помимо того что я самостоятельно работал как Михаил Ломоносов когда некоторые говорят кто это такой какой-то там слесарь пытается нам тут что-то тут рассказывать а вот я слышал будем говорить о Михаиле Ломоносове видел его университет на Воробьевых горах а вот недавно так сказать для себя еще так его так сказать биографию почитал человек стремился к знаниям крестьянин семья считалась более менее зажиточная и вот его собрались женить ну чё тут вала водить жизнь все нормально прекрасно мы тут кормимся и и нормальненько все а у него совсем иное и вот когда человек созрел до самостоятельных решений потому что он не мог это сделать в пять лет он не мог это сделать в десять лет и сделал выбор он ушел от этой жизни решил совершенно иному себя посвятить то есть у него была тяга к знаниям это самое самое важное что должно быть у человека который хочет сам себя образовать если такое есть а если нету там и по заканчивает различные там заведение и толком ничего не будет то есть самообразование это самая первейшая вещь вдобавок человек становится самостоятельным то есть принял раз решение он ушел все с той жизнью закончилась далее значит он там уже опять таки для того чтобы учиться оказывается в то время чтобы ты учился там на каких-то бумарить не престижных а вообще обучение для крестьянских детей для детей рыбаку там вообще это было невозможно он подделал документы что он там дворянский сын поступил учился далее в германии он значит женился на католички что тоже значит не идет вот как бы сказать в православной руси того времени то есть пошел наперекор то есть человек имеет в себе силы вот это самое главное если ваш сила или нет этой силы если есть вы действуете и становитесь другой личность если нет добудете рыбаком там пахарем или еще кем-то я не говорю что это плохо и это нормально но просто вы сделали свой такой выбор и все нормально возможно даже возможно даже смысле обычной жизни да это правильный уровень остаться на земле питаться от от рук своих а если вы хотите питаться от своего ума вы должны делать то что раньше не делали как говорила кто не захотели вы эту программу которую я решил коко шанель мысли великих людей они всем они великие нравится хотя у них можно многому поучиться так вот вернемся к чистке печени я думал что мы как-то эту тему до самой чистки печени закрыли но оказывается нет вот небольшие ответы на вопросы так кратко полноват автор и никогда не здоровится со зрителями научился с детства спасибо за ролик знаете я скажу что действительно надо исправляться я сделаю такую заставочку который сначала будет здравствуйте товарищи посетители канала то есть об этом не думал справедливо замечено справедливо полноват автор не скрою это и не буду там как-то там оправдываться что-то там говорить если хотите меня так сказать лицезреть такого струйного гибкого делающие позы осаны посмотрите мои ранние видео я был таким я был еще больше раскачивался говорил об индивидуальной конституции так вот это моя индивидуальная конституция на возрасте на седьмом десятке она именно вот такая вот у меня да я могу ее приезжать туда да я могу еще раскачаться допустим больше но как я вам рассказывал и на на сдерживание веса и на набор веса надо будет затрачивать личные усилия дополнительные усилия тем самым тратить свой запас жизненной силой то есть подвергать себя большему износу вот такая вот интересная вещь есть лично я так считаю поэтому я сделаю воздоровление столько чтобы чувствовать себя комфортно вот как раз теряю штангу хожу если надо значит я даже поголодаю надо есть что-то еще там сделаю ну вот так вот чтоб как-то там следующее уринотерапия очищает печень если пить по утрам я должен сказать конечно на воздействует но такого очищения явного которое было бы такого нету вы это не увидите то есть она будет как-то там действовать потихонечку полигонечку то есть уринотерапия ну можете почитать мою книгу как раз в библиотеке более капитально и узнать как она действует с чисткой печени тот далее почему вы ушли из телевидения я на этот вопрос уже подробнейшим образом отвечал если хотите почитать и в газете там моей я так попытался автобиографию писать найти пишу потом это надоест мне потом опять вроде как захочется писать я пишу потом опять там бросил ну по крайней мере этот вопрос я описал описал и чё его повторять чё повторять с телевидения это вообще хотя первый раз с программа малахова плюс я ушел сам ушел сам потому что программа круто изменила свое направление и она была бы чем-то чем сейчас является программа малыш то есть больше там с медицинским уклоном какие-то там клиники о них рассказывать о медицинских методах и так далее последние 15 программ когда снимался смотрел и вижу что это все эти программы в собой перечеркивают все то о чем я писал и о чем я говорил на передаче поэтому я ушел далее меня позвали доброго здоровьица просто-напросто руководство решила поставить другую программу сменили и все возможно меня приглашали третий раз но так получилось что я не дополнил это предложение ну ерунда вот здесь я себя чувствую на своем канале знаете как рыба в воде вот что что из меня так создать идет о том я и говорю на программе такого не было там писался сценарий там и что-то там такое и мы будем говорить не хочу сказать что лишнего не скажешь но на какие-то рамки были которые желательно не не надо было переступать далее ай капуле спрашивает о встречах там книгах и так далее в конце музыка классно как называется эту музыку сочинил я сам то есть на своем канале я стараюсь использую только свое видео музыка текст если что-то я беру другое а сейчас буду брать другое для того чтобы иллюстрировать и сказать вот это правильно или неправильно очень много различных там по дыханию методов которые трактуются вот так то вот так как примерно автор сказал я считаю что это несколько иначе и ну буду там оставить свою точку зрения а вот теперь перейдем к чистке печени петрович спасибо за разъяснение по этой теме но есть вопросы я как ими первый раз чистила печень большой дозой масла и сока ощущения были крутые после чистки болели все суставы крутила крепенько кстати эластичность связок и суставов зависит от состояния печени и когда мы ее нормализуем смотрите организм как бы сказать медленно гасает и мы уже привыкаем к тому что у нас там какие-то суставы ну грубо говоря они еще не болят ну но где-то на грани но явно ничего не происходит и вот мы чистим печень и сразу же резко запускается вот те процессы которые должны обеспечить состояние сухожильной ткани такой как она должна быть и это естественно выражается в том что крути то есть крутит это как раз вот из сухожильной ткани выходит разная ерунда которую и этот процесс мы ощущаем так в виде кручения боли в суставах потом все резко я резко бросила несколько но потом я резко сбросил несколько килограммов о чем я вам говорил нормализуется углеводный жировой гормональный обмен человек сразу же понимаете вот из-за того что печень заработал только раз так как надо мы только хоп вот это все нормализуется без каких-либо таких знаете вот специальных действий с нашей стороны то есть человек там не диеты придерживается там не голодает не качается там еще что-то еще что там такое не делает он просто нормализовала работу печени и вот такой эффект сбрасываются за копчить лишние килограммы которые не нужны далее прямо помолодела да и этот эффект выражается в том что человек молодеет вот выглядит моложе чем был раньше это было лет 20 назад после этого прочитал уже не помню где что печень имеет несколько долей за и за один день ее очистить невозможно стала делать трудневой очистки дело в том что я как-то приводил текст чистки печени чистка печени это по-моему даже суворин что ли описал своих книгах значит чистка печени следующий вот пьете оливковое масло столько же пьете лимонного сока делать это глоток масло лоток сока примерно надо выпить вот грубо говоря где-то грамм там 200 там ну примерно в такой дозе кладете грелку на печень и все вот это и вся была чистка у андреева я тоже не нашел как бурева делала эту чистку он написал что вот чистка такая есть действует но что как и так далее я взял не поленился я в свое время еще не занимаюсь оздоровлением но знаете вот действительно если у вас тяга к знаниям вы как-то потихонечку собираетесь с такую библиотеку я притащил сколько там 30 по моему тому или 35 тому большого медицинской энциклопедии с волкодонска волкодонска от каменска это километра около 300 где-то на на 240 260 вот такой вот я нашел эту библиотеку медицинскую энциклопедию кто-то ее сдал я ее купил и приволок домой и так вот я не поленился помимо то что я ее купил я не поленился посмотрел что собой представляет печень и все это там узнал какие протоки и оказывается вот именно четыре доли в ней это я описал больше никто об этом не сказал возможно кто-то потом передрал у меня это и выдал грубо говоря за свое то есть подробно описал чистку печени полезно не полезно безопасно небезопасно и прочие прочие вещи это я в своих книгах стала делать трехдневной чистки приносил их относительно легко масло и сока брала по 100 грамм причем самый мощная была чистка в третий день хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу и я как раз когда делал чистку печени узнал что четыре доли как бы сказать масло первый раз заходит в одну долю потом она больше в другую долю потом в 3 4 то есть но нельзя сказать что именно вот так в одну вторую в третью там четвертую ну примерно получается следующее что за одну чистку она не очищается так как вы хотели и вот я как раз когда начал очищать печень посмотрел что с меня выходит и такая еще разок то есть выходит я еще разок делу а выходит я еще разок делу значит первая чистка самая трудная да последующие намного легче последующие когда делать делаете ее как почувствуете полное восстановление хотя бы через две недели далее следующий можно через неделю далее можно грубо говоря уже когда как-то вот вы войдете вы это те люди которые чистили и знают они могут буквально на следующий день еще одну на следующий день еще одну то есть отделаются двойные чистки делаются там тройные чистки но когда вы сделаете побуриваясь вот этими вот всеми травками то есть эти травки позволят вам вот эти все четыре доли которые имеются в печени хорошенько расшевелить ведь это как раз вот двойная чистка печени это но это то что надо а вообще то вот так сделали чистку печени видите что с вас выходит так вывалилась хорошо она отдохните через недельку еще одну заделая видите что выходит еще одну видите что выходит еще одну и в результате по крайней чистки у вас получится чтобы посмотрели это практически ничего не вышло вышла там какая-то жижа или еще там что-то там такую пару там тройка камушек все и примерно вот через недельки две три это максимум вы почувствуете вот то что она писала кстати 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 я хотел сказать но не сказал поэтому я и рассказала свое мнение по поводу хочу привести поля брега кто его читал тот возможно помнить что-то он говорит получил первоначально оздоровление у доктора роли который научил там ввести здоровый образ жизни голодать и он начал голодать он начал голодать до результаты были все значит нормальненько вот но особенно подчеркивает в одно из чисток ему вернее в одно из голоданий в одно из голоданий ему стало плохо захотелось вот ну прослабление он опорожнился и увидел нечто отличительное от стула что-то с него вышло и он понял что это была ртуть из коломеля которым его в детстве там лечили то есть ртуть осела там или там ртутные препараты или ну короче что-то такое что там было и мешало и мешало и мешало-мешало-мешало оздоровление и как только он говорит вот это вот вышло моё оздоровление пошло семимильными шагами то есть и голодание может вывернуть печень не сразу ведь он не не тот целая такая подготовка было ни одно голодание и не один даже год а за счет чистки печени в этом можете сделать ну буквально таки вот бы говорит если вы первый раз начали за 45 максимум 6 чисток вот как как я поступал как я делал и почувствовать вот такой разительный результат то что было поэтому говорить вот памяти есть примеры но как-то они забываются когда варишь вот поэтому я вспомнил пример спорим брыга рассказал далее ваши беседы то живительно влага для души ну стараюсь потом левый ванов пишет чистил печень множество раз и заметил что выжатый лимон лимонный сок действует на мою печень слабовато последние 7 чисток в семнадцатом году делал на лимонной кислоте 1 чайная ложка на бокал воды 300 грамм вот тогда сыпались камушки очень хорошо возможно такая доза и сюда не всем подойдет все в этой жизни индивидуально такое мое наблюдение действительно действительно я же там разобрал энергетика которая стимулирует печень кислого вкуса видите опять таки это надо по книгам было порыться это найти я это нашел написал в книге что энергетика печень стимулируется кислым вкусом и когда кислого вкуса естественное еще много если из этой там кислоты а я слышал даже эссенцию там что-то лимонной кислоты некоторые там это используют то стимуляция идет еще сильнее поэтому такой результат но 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 повторюсь эффект зависит больше от предварительной подготовки как вы это смягчите смягчите нормально значит все это вывалится с вас если не смягчите нормально но грубо говоря видите как он говорит надо еще более сильный сильную энергетику то есть вкус этот кислый еще что-то стал сильнее для того чтобы все это протолкнуть поэтому сделайте на лимонном соке наберитесь опыта если вы будете делать а уже потом будете решать дальше почему так по крайней мере по крайней мере видите по всем вопросам я прошелся и объяснил что что хочу еще сказать я возможно это говорил уже подзабыл значит вообще-то мне в жизни единственному человеку единственному человеку повторяю предоставилась уникального возможность помимо того что я написал книги работал сам я там несколько отвлекся работал сам писал книги и делал что как то получилось на телевидении малахов плюс ко мне на передачу приходили все наиболее известные целители врачи натуропаты которые в то время были и я получил за эту за эти тысячи программ богатейший опыт который ну практически никто не получил поэтому и практически с каждым человеком с каждым человеком я чувствовал себя на равных и он чувствовал со мной на равных и то что это меньше знал там потому что я объяснял все их методы они там что-то там предлагали говорили так далее моя задача была объяснить широкой публике аудитории почему это работает а почему это не работает вот это я хочу почерпнуть такого опыта как у меня увы ни у кого нету потому что если будет такая подобная программа значит грубо говоря будет человек не будет значит не будет понравился канал звони в колокола став лайки